Василий Андреевич Жуковский Спящая царевна Жил-был добрый царь Матвей. Жил с царицей своей он в согласии много лет. А детей всё нет, как нет. Раз царица на лугу, На зелёном берегу ручейка была одна. Горько плакала она. Вдруг глядит, ползёт к ней рак. Он сказал царице так. Мне тебя, царица, жаль, Но забудь свою печаль. Понесёшь ты в эту ночь, У тебя родится дочь. Благодарствуй, добрый рак, Не ждала тебя никак. Но уж рак уполз в ручей, Не слыхав её речей. Он, конечно, был пророк, Что сказал, сбылось и в срок. Дочь царица родила, Дочь прекрасна так была, Что ни в сказке рассказать, Ни пером не описать. Вот царём Матвеем пир Знатный дан на целый мир. И на пир весёлый тот Царь одиннадцать зовёт Чародеек молодых. Был ж всех двенадцать их. Но двенадцатый одной, Хромоногой, старый и злой, Царь на праздник не позвал. А чего ж так оплашал Наш разумный царь Матвей? Было то обидно ей. Так, но есть причина тут. У царя двенадцать блюд, Драгоценных, золотых, Было в царских кладовых. Приготовили обед, А двенадцатого нет. Кем украдено оно? Знать об этом не дано. Что ж тут делать, царь сказал, Так и быть. И не послал он на пир Старухи звать. Собрались опировать. Гости, званные царём, Пили, ели, А потом хлебосольного царя За приём благодаря Стали дочь его дарить. Будешь в золоте ходить, Будешь чудо красоты, Будешь всем на радость ты, Благонравный, тиха, Дам красавца жениха, Я тебе моё дитя. Жизнь твоя пройдёт шутя Меж знакомых и родных. Словом, десять молодых чародеек, Одарив, так дитя на перерыв, Удалились. В свой черёд и последний идёт, Но ещё она сказать не успела Слово, глядь, И незваная стоит Над царевной и ворчит. На перу я не была, Но подарок принесла. На шестнадцатом году Повстречаешь ты беду. В этом возрасте своём Руку ты веретеном Оцарапаешь, мой свет, И умрёшь в отсвете лет. Проворчавши так, Тот час ведьма Скрылась из глаз. Но оставшаяся там Речь домолвила. Не дам без пути Ругаться ей над царевной моей. Будет то не смерть, А сон. Триста лет продлится он. Срок назначенный пройдёт, И царевна оживёт. Будет долго в свете жить, Будут внуки веселить, Вместе с нею мать, Отца, До земного их конца. Скрылась гостья. Царь грустит, Он не ест, Не пьёт, Не спит, Как от смерти дочь спасти. И беду, Чтоб отвести. Он даёт такой указ. Запрещается от нас В нашем царстве Сеять лён, Прясть, Сучить, Чтоб верить он Духу не было в домах, Чтоб скорее, Как можно прях, Всех из царства Выслать вон. Царь, Издав такой закон, Начал пить, И есть, И спать, Начал жить, Да поживать. Когда Толя Без забот Дни проходят, Дочь растёт, Расцвела, Как майский цвет, Вот уж ей Пятнадцать лет. Что-то, Что-то Будет с ней, Раз С царицей своей Царь отправился Гулять. Но с собой Царевну взять Не случилось им. Она вдруг Соскучилась Одна В душной горнице Сидеть И на свет В окно Глядеть. Да, И сказала, Наконец, Осмотрю я Наш дворец. По дворцу Она пошла, Пышных комнат Нет числа, Всем любуется Она. Вот глядит, Отворена Дверь В покой. В покой Том Вьётся Лестница Винтом В круг Столба. По ступеням Входит вверх И видит там Старушоночка Сидит. Гребень Под носом Торчит. Старушоночка Придёт И за пряжею Поёт. Веретенца Не ленись, Пряжа тонкая Не рвись, Скоро будет В добрый час Гости жданной У нас. Гости жданной Вошла. Пряха Молча Подала В руки Ей Веретено. Та взяла И вмиг Оно Укололо Руку ей. Всё Исчезло Из очей. На неё Находит Сон. Вместе С ней Объемлет Он Весь Огромный Царский Дом. Всё Утихнуло Кругом. Возвращаясь Во дворец, На крыльцо Её отец Пошатнулся И зевнул И С царицей Заснул. Свита Вся За ними Спит. Стража Царская Стоит Под ружьём В глубоком Сне. И на Спящем Спит Коне Перед ней Харунжий Сам. Неподвижно По стенам Мухи Сонные Сидят. У ворот Собаки Спят. В стоилых Головы Склонив Пышный Гривый Опустив. Кони Корму Не едят, Кони Сном Глубоким Спят. Повар Спит Перед Огнём И Огонь Объятый Сном Не пылает, Не горит, Сонным Пламенем Стоит И Не тронется Над ним Свившись Клубом Сонный Дым. И Окрестность Со Дворцом Все Объята Мёртвым Сном. И Покрыл Окрестность Бор. Из Терновника Забор Дикий Бор Тот Окружил. Он Навек Загородил К дому Царскому Пути. Долго Долго Не найти Никому Туда Следа. И Приблизится Беда. Птица Там Не пролетит, Близко Зверь Не пробежит. Даже Облака Небес На Дремучий Тёмный Лес Ненавеет Ветерок. Вот Уж Полный Век Протёк, Словно Нежил Царь Матвей. Так Из Знали Только То Одно, Что Средь Бора Дом Стоит, Что Царевна В доме Спит, Что Проспать Ей Триста Лет, Что Теперь К ней Следу Нет. Много Было Смельчаков По Сказанию Стариков. В лес Брались Они Сходить, Чтоб Царевну Разбудить. Даже Бились Об Заклад И Ходили, Но Назад Не Пришёл Никто. С Тех Пор В Неприступный Страшный Бор Ни Старик, Ни Молодой За Царевной Ни Ногой. Время Всё Текло, Текло, Вот И Триста Лет Прошло. Что Ж Случилось? В Один День Весенний Царский Сын, Забавляясь Ловлей, Там По Долинам По Полям Свит И Ловчих Разъезжал. Вот От Свита Он Отстал, И У Бора Вдруг Один Очутился Царский Сын. Бор Он Видит Тёмен Дик. С Ним Встречается Старик. С Стариком Он В Разговор. Расскажи Про Этот Бор. Мне Старинушка Честной. Покачавши Головой, Все Старик Тут Рассказал, Что О Дедов Он Слыхал О Чудесном Боре Том. Как Богатый Царский Дом В Нем Давным Давно Стоит, Как Царевна В Доме Спит, Как Ее Чудесен Сон, Как Три Века Длится Он, Как Во Сне Царевна Ждет, Что Спаситель К Ней Придет, Как Опасный Влез С Пути, Как Пыталась Одойти До Царевна Молодежь, Как Со Всяким Тож Да Тож Приключилась, Попадал В лес, Да Там И Погибал. Был Детина Удалой Царский Сын, От Сказки Той Спыхнул Он, Как От Огня, Шпоры Втиснул Он В Коня, Прянул Конь От Острых Шпор, И Стрелой Помчался В Бор, И В Одно Мгновенье Там Что Ж Явилось Отчам Сына Царского Забор Ограждавший Темный Бор, Не Терновник Уж Густой, Но Кустарник Молодой, Блещут Розы По Кустам, Перед Витязем Он Сам Раступился Как Живой, В лес Въезжает Витязь Мой, Все Свежо, Красно Прид Ним, По Цветочкам Молодым Пляшут Блещут Мотыльки, Светлой Змейкой Ручейки Вьются, Пенятся, Журчат, Птицы Прыгают, Шумят В густоте Ветвей Живых, Лес Душист, Прохладен, Тих, И Ничто Не страшно В нем, Едет Гладким Он Путем Час Другой, Вот Наконец Перед Ним Стоит Дворец, Здание Чудо Старины, Ворота Отворены, Ворота Въезжает Он, На дворе Встречает Он Тьму Людей И Каждый Спит, Тот Как Вкопанный Сидит, Тот Не двигаясь Идет, Тот Стоит Раскрывший Рот, Сном Пресекся Разговор И В устах Молчит С тех Пор, Недоконченная Речь, Тот Вздремав, Когда Ты Лечь Собрался, Но не Успел, Сон Волшебный Овладел Прежде Сна Простого Им И Три Века Недвижим Не стоит Он Не лежит И Упасть Готовый Спит Изумлен И Поражен Царский Сын Проходит Он Между Сонными К дворцу Приближается К крыльцу По широким Ступеням Хочет Вверх Идти Но Там На ступенях Царь Лежит И Царица Вместе Спит Путь Наверх Загоражен Как же быть Подумал Он Где Пробраться Во дворец Но Решился Наконец И Молитву Сотворя Он Шагнул Через Царя Весь Дворец Обходит Он Пышно Все Но Всю Дус Сон Гробовая Тишина Вдруг Глядит Отворена Дверь В покой В покой Том Вьется Лестница Винтом В круг Столба По ступеням Он Зашел И Что же Там Вся Душа Его Кипит Перед Ним Царевна Спит Как Дитя Лежит Она Распылалась От Сна Молот Цвет Ее Ланит Меж Ресницами Блестит Пламя Сонный Очей Ночи Темные Темнее Заплетенные Косой Кудри Черной Полосой Обвелись Кругом Чела Грудь Как Свежий Снег Бела На Воздушный Тонкий Стан Брошен Легкий Сарафан Губки Алые Горят Руки Белые Лежат На Трепешущих Грудях Жаты В легких Сапожках Ножки Чудо Красотой Видом Прелести Такой Отуманен Распален Неподвижно Смотрит Он Неподвижно Спит Она Что ж Разрушит Силу Сна Вот Чтоб Душу Насладить Чтоб Хоть Мало Утолить Жадность Пламенных Очей На Колени Ставши К ней Он Приблизился Лицом Распалительным Огнем Жарко Рдеющий Хланит И Дыханием Уст Облит Он души не удержал Свита вся толпой Стражи Ружьями Стучат Мухи Стаями Летят Приворотный Лает Пес На конюшне Свой овес Доедает Добрый Конь Повар Дует На огонь И Треща Огонь Горит И Струею Дым Бежит Все Бывалое Один Небывалый Царский Сын Он С царевной Наконец Сходит Сверху Мать Отец Принялись Их Обнимать Что ж Осталось До сказать Свадьба Пир И я Там Был И Вино На свадьбе Пил По усам Вино Бежало В рот же Капли Не Попало Бежит Субтитры создавал DimaTorzok